Уважаемые коллеги, ну мы не планировали этот доклад как отдельную тему, потому что нейроэндокринные опухоли, они очень многогранные, о них можно говорить очень долго. Хоть они и встречаются крайне редко, и это вообще относится к редким, в какой-то степени арфанным видам опухоли, но на сегодняшний день актуальность их растет. За последние 20 лет мы видим рост чистой заболеваемости. Вообще нейроэндокринные опухоли имеют множественное происхождение, потому что они могут происходить из диффузной эндокринной системы и возникать практически в любых опухолях, как в грудной клетке, так и в брюшной полости, а также на шее и даже на конечностях. Также они могут встречаться в брюшной полости и возникать из эндокринных островков внутренних органов, наиболее часто это поджелудочная железа, треугольник сипла, зона, где чаще всего возникают эти опухоли. И могут возникать в любых органах и тканях. На сегодняшний день более половины, практически 60% нейроэндокринных опухолей встречаются в желудочно-кишечном тракте, поэтому сегодня будем говорить только об этих локализациях. Немножко я в конце, буквально два слайда покажу по новым рекомендациям опухолей таракальной локализации, потому что действительно очень интересная тема. Если мы захватим немножко демографии, то мы увидим, что нейроэндокринные опухоли встречаются действительно крайне редко в структуре заболеваемости, они составляют только 0-5% от всех диагностируемых злокачественных опухолей. При этом, если мы посмотрим, то за последние 20 лет отмечается такая значимая динамика, потому что буквально 20 лет назад, во многом это, конечно, связано со сложностью диагностики, с тем, что больные могут, заболевание может протекать долго. И морфологическая диагностика раньше не имела такого количества возможностей, как сейчас. Но мы помним, что буквально еще совсем недавно количество нейроэндокринных опухолей исчислялось единицами, так сказать, в 0,01% на круг, а сейчас это уже 0,5%. Причем, если мы посмотрим на крупные статистики, допустим, из США и из Европы, то мы увидим, что в Европе частота заболеваемости составляет порядка 2,5 на 100 тысяч населения. В США количество несколько выше, порядка 7 на 100 тысяч населения. И при этом в Европе ежегодно выявляется, а это все данные по Европе, встречается более 100 тысяч пациентов, ну, незначительно больше. А в США это уже достаточно значимая цифра, 171 300 человек. И с чем связаны такие цифры? С тем, что на сегодняшний день, как орфанные заболевания, все пациенты, которые выявляются с нейроэндокринными опухолями, подлежат регистрации в специализированных канцеррегистрах. Допустим, существует Единый Североамериканский канцеррегистр, который регистрирует пациентов с нейроэндокринными опухолями. Существует Европейский регистр, ЭНЭЦ, а также отдельные регистры в крупных странах, которые этих пациентов систематизируют. Что касается классификации, то примерно раз в 10 лет классификация пересматривается, потому что появляются новые критерии. Однако за последние 20 лет, если мы посмотрим на классификацию 2009 года и 2015 года, то мы увидим, что изменения, которые касаются классификации, не так заметны. Потому что принципиально нейроэндокринные опухоли делятся по критерию G на высоко дифференцированные, умеренно дифференцированные и низко дифференцированные. Причем зачастую высоко и умеренно дифференцированные опухоли G2 и G1 объединяются в единую систему, а низко дифференцированные G3 рассматриваются отдельно. При этом для таракальной локализации, вы знаете, что есть аналогия и при опухолях легкого, потому что нейроэндокринные опухоли легкого занимают отдельную группу. Там мы четко имеем дифференцированный спектр от высоко дифференцированного типичного карциноида через атипичный карциноид к низкодифференцированным опухолям G3. Это крупноклеточный нейроэндокриноклеточный рак и мелкоклеточный рак. Что касается мелкоклеточных опухолей нейроэндокринного происхождения и других локализаций, то они так и трактуются как нейроэндокринные опухоли экстрапульмональной локализации и составляют где-то 3% от нейроэндокриноклеточных опухолей на круг. Как я уже сказал, существуют два основные и наиболее значимые клинические критерии. Это уровень Ки-67, при этом высоко дифференцированные нейроэндокринные опухоли имеют Ки-67 менее 2%. Если мы имеем индекс Ки-67 от 2 до 20%, то это умеренно дифференцированные опухоли и более 20% это низкодифференцированные G3. Но при этом, если мы посмотрим на тот же самый крупноклеточный и мелкоклеточный рак, то мы увидим, что для крупноклеточного Ки-67 может находиться в интервале от 80 до 100%, а для мелкоклеточного Ки-67 составляет практически всегда 90-100%. Что еще обязательно мы выявляем? Это количество метозов в 50-кратном увеличении в 50 полях зрения. И обычно мы исследуем 10 таких полей зрения. И тогда мы делим опухоли на опухоли с низким количеством метозов 1-2 в 50 полях зрения. Среднее количество умеренное от 2 до 20 и более 20% это низкодифференцированные опухоли. Кстати, отдельно еще выявляют различный микс опухоли. Это смешанные аденогенные нейроэндокринные опухоли для опухоли брюшной полости и неэндокринные и эндокринные опухоли, которые наиболее часто встречаются в грудной клетке. По типу функционирования. Наиболее часто, я уже сказал, 82% это высокодифференцированные опухоли G1, G2. При этом в 52% они могут быть нефункционирующие, то есть без симптомов и без изменений в анализах крови. Так как 35% опухоли могут иметь функционирующие опухоли. Наиболее часто мы знаем карциноидные опухоли, которые сопровождаются карциноидным синдромом, либо нейроэндокриноклеточные опухоли абдоминальной локализации, которые имеют те или иные проявления в зависимости от локализации и от того фермента, который они вырабатывают и ту симптоматику, которую они имеют. Когда мы обследуем пациентов с нейроэндокринными опухолями, в первую очередь мы, конечно, ориентируемся на биохимические показатели, помимо клинических проявлений заболевания. И, конечно же, основу диагностики составляет иммуногистохимия и морфологические исследования, которые являются основным критерием. Причем иммуногистохимия ставится, как правило, широкой панелью. Жалко, что нас уже покинул сегодня Ашот Миружанович, потому что он мог бы более подробно рассказать на ту панель, которую мы на сегодняшний день исследуем при исследовании опухолей нейроэндокринного происхождения. Что касается биопсии, то это тоже является краеугольным камнем, потому что на сегодняшний день считается, что если мы имеем морфологические критерии того, что это нейроэндокринная опухоль и при этом локализованная опухоль, то до получения гисологического заключения мы можем идти на хирургическое лечение и гисологическое заключение получать уже на основании полного удаления опухоли, либо выполнение оптимальной циторедукции, которая для нейроэндокринных опухолей составляет более 80% удаления основной массы опухоли. В то же время существуют и другие ситуации, и они в клинической практике очень чисты, когда помимо первичной опухоли локализованной мы имеем множественные метастазы, причем зачастую это метастазы либо в печень, либо в легкое, и тут, конечно, гисологическая структура опухоли будет играть ключевую роль уже до хирургического лечения и вообще будет ставить вопрос на хирургическом лечении, потому что в этом случае мы будем иметь немножко другие, так сказать, рычаги воздействия на опухоль. В первую очередь это системная терапия, которую в первой линии наиболее часто, особенно при высоко и умеренно дифференцированных опухолях, включает аналоги соматостатина, включает МТОР-ингибиторы, а также тактическую химиотерапию, которая различается в зависимости от локализации гисологического типа опухоли. При метастатическом поражении печени отдельно выделяют локальные хирургические методики воздействия. В первую очередь речь идет о трансартериальной химиоэмболизации и эмболизации ветвей воротной вены, особенно при множественном билатеральном поражении печени, даже и, может быть, в особенности, если мы планируем этим пациентам циторедуктивные операции с возможностью удаления основного массива опухоли. Нейроэндокринные опухоли в абдоминальной локализации принципиально также различаются на опухоли, которые локализуются в средней кишке, если мы говорим про эмбриональную классификацию, и дистальные отделы кишки. К средним отделам кишки мы относим кишечную трубку от уровня 12-перстной кишки, вся тонкая кишка и правые отделы толстой кишки. К дистальным локализациям опухоли кишечной стенки мы относим опухоли левосторонней локализации и опухоли прямой кишки. Отдельно мы выделяем группу пациентов с наличием нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы, потому что в этих случаях тактика может быть другая, иная. Это единственная опухоль, которая имеет благоприятный прогноз при локализации в поджелудочной железе. Если вы вспомните кривые выживаемости, то даже при метастатическом характере нейроэндокринной опухоли мы имеем пятилетнюю выживаемость на уровне от 60 до 80%, тогда как при даже первично резектабельном раке поджелудочной железы мы имеем пятилетнюю выживаемость на сегодняшний день на уровне 5, максимум 8%. Поэтому для поджелудочной железы эта ситуация немножко другая. Причем надо отметить, что для поджелудочной железы и объемы операций тоже могут быть другие, потому что для нейроэндокринных опухолей на сегодняшний день допустимо выполнение органосохранных операций с выполнением прецизионной резекции опухоли, то есть выполнением практически энуклеации, но желательно в пределах здоровых тканей, с обязательным мониторированием линии резекции. Ну а при большой распространенности процесса выполняются те же самые операции, что и при раке поджелудочной железы, то есть при максимальной локализации это панкреатодональная резекция, операция выпала, при дистальной локализации это дистальная панкреатоспленэктомия, но при этой опухоли чаще можно выполнять органосохранные операции, так называемые спленосохранные дистальные резекции поджелудочной железы, ну и как казуистика выполняется тотальная панкреатоктомия. На сегодняшний день очень важно, где пациент получает лечение, потому что если мы сравним данные американской регистра СИРС, мы знаем этот регистр, который накапливает пациентов с различными опухолями, в США участвует 27 штатов из 50. Так вот, в СИРС было показано, что если пациент получает специализированное лечение в узкопрофильном институте, который включен в систему НЭЦ, это вот американская система, североамериканская нейроэндокринных опухолей, то пятилетняя выживаемость даже у пациентов при наличии отдаленных метастазов может составлять 87%, десятилетняя будет только на 10% ниже, это говорит о том, что опухоли протекают крайне торпидно, долго и имеет благоприятный прогноз. Но при этом, если мы сравниваем по качеству назначения лекарственной терапии, то в специализированных институтах практически в 7 раз чаще пациенты уже в первой линии будут получать аналоги с аматостатина, что и определяет высокую эффективность лечения. В Российской Федерации мы тоже имеем на сегодняшний день, в 2020 году, очень четкие регламентированные алгоритмы назначения препаратов. Если вы посмотрите, это алгоритм назначения препаратов при нейроэндокринных опухолей дистального и среднего сегмента кишечника, то мы увидим, что практически при всех локализациях, кроме случаев, когда мы пациентам выполняем полноценные циторедуктивные операции R0, пациенты должны получать аналоги с аматостатина в первой линии терапии. И только в случае распространенных процессов, наличия множественных метастазов, возможно, при проведении химиотерапии, либо различных радиохирургических методик, таких как микросферы с радиоактивным ИТРИМ для локализованной терапии диссиминированных процессов. Для нейроэндокринных опухолей с локализацией в поджелудочной железе схема несколько более сложная, потому что в этой группе мы чаще встречаем низкодифференцированные опухоли G3, при этом при высокодифференцированных опухолях возможны различные опции лечения, а вот для опухолей с высокой агрессивностью опухоли G3, как правило, в первой линии рекомендуется проведение химиотерапии по принципам лечения мелкоклеточного рака. Две основные схемы – это схема основания платины и ПИ, платины – это позит, либо на основании томозоламида с капицитабином, как наиболее интересные. Для высоко и умеренно дифференцированных опухолей на сегодняшний день Европейская ассоциация, и эти данные рекомендуются и русской, рекомендуется в первой линии проведения терапии аналогами соматостатина. Два основные препарата – это актриотид ЛАР, пролонгированный актриотид, и лантриотид. При этом применение аналогов соматостатина позволяет, с одной стороны, контролировать саму опухоль, потому что уменьшает прогрессирование заболевания, а с другой стороны – контролировать симптомы, потому что уменьшает симптомы заболевания, особенно симптомы карциноидные, связанные с карциноидным синдромом, И, соответственно, в итоге влиять на выживаемость пациентов, потому что блокируют темпы развития опухоли. При этом основной путь – это блокада активирующих рецепторов, самоцетатин-подобных рецепторов на мембране опухолевых клеток, которые блокируют, контролируют саму опухоль, контролируют симптомы, уменьшают темпы роста и прогрессирования. На сегодняшний день показания к назначению лентриотида в Российской Федерации – это пролонгированная форма, которая делается один раз в 28 дней, как правило, подкожно. Это опухоли с хорошим и умеренным прогнозом, как правило, опухоли G1-G2 при Ки-67 менее 10%, при локализации опухоли в средних отделах кишечника, включая правую половину толстой кишки, а также в зоне поджелудочной железы. И главное показание – это назначение лентриотида у пациентов с наличием карсиноидного синдрома с целью снижения его тяжести. Два основные исследования, причем эти исследования вышли одной из другого – это исследование Кларинет, исследование Кларинет с расширенным доступом ОЛИ, это экстендед группа так называемая. Когда пациенты с прогрессирующими нейроэндоклеточными опухолями абдоминальной локализации получали лентриотит в одной группе против плацебо вначале, а потом пациенты, которые получали терапию более одного года, перешли в последующую расширенную группу, и туда же были включены пациенты, которые прогрессировали без назначения препаратов из группы плацебо. И вот мы видим кривые выживаемости пациенты, которые получали лентриотит с самого начала. Медиана выживаемости достигнута ни безрецидивной, ни общей достигнутой не была, а при этом у пациентов, которые находились в группе плацебо, как в группе холодного контроля, у них медиана выживаемости составляла порядка 15 месяцев, и часть из пациентов перешла, соответственно, в следующую фазу. При этом при проведении подгруппового анализа было показано, что выигрыш от назначения лентриотита имеют пациенты со степенью злокачественностью ИЖ1, ИЖ2, то есть в этих группах препарат является препаратом выбора в первой линии терапии. Также мы имеем преимущество вне зависимости от объема поражения печени, если речь идет о метастатическом поражении, более или менее 25%, то есть препарат является системным аналогом локальных хирургических воздействий, которые с высокой частотой позволяют, конечно, получить эффект. При этом в первом исследовании использовалась и исследовалась переносимость препарата, наличие побочных эффектов. Было показано, что если мы сравниваем назначение лентриотита и группу плацебо, то эти группы вообще принципиально не отличались ни по частоте побочных эффектов, ни по степени тяжести частотой побочных эффектов. Группы были практически идентичны. При этом, когда пациенты из исследования кларинет переходили в расширенную фазу исследования кларинет ОЛЕ, то, соответственно, большая часть пациентов, которая была переведена в группу с прогрессирующим заболеванием, это были пациенты с локализацией опухоли в области поджелудочной железы, то есть пациенты из более неблагоприятного прогноза. И было показано, что у пациентов, которые были переведены из группы с прогрессирующим заболеванием, порядка 40% пациентов ответили на терапию. Мы видим, что кривая выживаемости пациентов, которые стабилизировались на фоне назначения лентриотита после прогрессии на этапе плацебо, имели хоть и нисходящее направление кривой выживаемости, но при этом она зафиксировалась в итоге после 5 лет наблюдения на уровне, превышающем 40% безрецидивной выживаемости. При этом медиана безрецидивной выживаемости на всю группу в этом исследовании составила 38,5 месяцев, то есть более 50% пациентов пережило практически 5 лет наблюдения. При этом наиболее благоприятные результаты были получены при локализации опухоли в средней кишке более 60%, а также при локализации в задней кишке 55% и при неизвестной первичной локализации, когда опухоль выявляется на уровне выявления отдаленных метастазов 59%. Наиболее плохие результаты были получены, к сожалению, у пациентов, которые перешли из группы поджелудочной железы. При этом если пациенты получали предыдущую терапию до включения в протокол, то у них были наиболее плохие показатели 5-летней выживаемости от 29,7%. У пациентов, у которых предшествующей терапии не было, показатели были практически в полтора раза лучше. Это вот кривая выживаемости пациентов, которые исходно прогрессировали на фоне, точнее без проведения специфической терапии. Мы видим, что кривая также, хоть и имеет нисходящее, но достаточно пологое направление, и после 24 месяцев наблюдения кривая выходит в плату на уровне 30% 5-летней общей выживаемости. Таким образом, на сегодняшний день применение аналогов самат-статина является крайне эффективным методом лечения пациентов с умеренным и плохим прогнозом опухоли с умеренной и высокой дифференцировкой G1-G2, потому что значительно уменьшает побочные симптомы, характеризуется высокой безопасностью и благоприятным течением процесса у пациентов из этой группы. А что касается расширенного доступа, то есть включения пациентов, которые прогрессировали исходно без специфической терапии, то назначение аналогов самат-статина является крайне эффективным, потому что практически у более чем 50% пациентов позволяет стабилизировать заболевание и даже получить определенный эффект. Очень важно еще является, какой препарат мы назначаем в первой линии, актриотит или лантриотит. В данном случае это локальное исследование польской группы по изучению нейроэндокринных опухолей из Института Марии Сладовской-Кюри, где они показали, что при назначении препаратов двух в первой линии терапии медиана выживаемости у пациентов, которые получали актриотит, была несколько ниже, 7 против 22 месяцев, и мы видим, что кривые расходятся. То есть на данной популяции небольшая достаточно группа, 42 пациента включалась в группу актриотита и 50 в группу лантриотита, было показано, что существуют принципиальные различия даже в первой линии. Поэтому на сегодняшний день и в рекомендациях международного сообщества, и в российских рекомендациях 2020 года мы видим, что мы можем назначать оба препарата в первой линии, но при этом у пациентов с умеренным и хорошим прогнозом все-таки более предпочтительным является значение лантриотита в первой линии. В то же время существует возможность перевода пациентов из группы актриотита в группу лантриотита. Это вот данные, опять же, Американской ассоциации были опубликованы в 2018 году, когда пациенты, которые получали актриотит в первой линии в случае либо непереносимости, либо прогрессирования, либо по желанию пациента переводились в группу лантриотита, и дальше анализировалась эта группа по выживаемости. К сожалению, часть пациентов продолжала прогрессировать, у них в этой группе медиана выживаемости во второй линии составляла 15 месяцев, но часть пациентов не прогрессировала и, так сказать, имела определенную пусть и краткосрочную плату, и они, как правило, переживали 3 года наблюдения. При этом при переходе с актриотита на лантриотит мы видим, что частота побочных эффектов, таких как боль в животе, боль в спине, другие симптомы, так сказать, в какой-то степени на 15-20% в группе лантриотита ниже, а такие побочные эффекты, как головная боль, повышение давления, гипертензия, практически у пациентов из группы лантриотита сходят на нет. Если мы возьмем эффективность применения лантриотита у пациентов с карциноидным синдромом, то мы также видим, что практически по всем основным симптомам, такие как боли в животе, диарея, мы видим снижение примерно на 20-15-20% пациентов, которые переводятся с актриотита на лантриотит, что является еще одним критерием того, что, наверное, в какой-то степени это является достаточно эффективной и более эффективной опцией в лечении пациентов первой линии. Как я уже сказал, отдельно я хотел сказать буквально два слова про новые рекомендации по нейроэндокринно-клеточным опухолям таракальной локализации. Буквально на прошлой неделе в журнале «Таракальная онкология», которая издается Международным обществом по изучению рака легкого, была опубликована консенсусные данные по новым рекомендациям по ведению пациентов с нейроэндокринными опухолями таракальной локализации. Они основывались на рекомендациях Европейского общества еще 2015 года, но рекомендации были переработаны, потому что был проведен анализ на основании модели «Призма», были включены все публикации, которые охватывали литературу с 2009 по 2017 год. Всего было более 800 публикаций. Также было найдено 240 публикаций из профильных конгрессов, это АСКО, это Конгресс Европейской и Североамериканской ассоциаций, а также Международного конгресса по раку легкого, 240 публикаций всего. Публикации были проанализированы, отсеяны дублицирующиеся презентации, отсеяны презентации, которые не отвечали на вопрос длительности выживания, безрецидивной и общей выживаемости. Прежде всего было принято к рассмотрению, соответственно, три мета-анализа, два проспективных рандомизированных исследования и часть хорошо оформленных наблюдательных исследований из отдельных профильных институтов. Эти рекомендации достаточно долго описывать, если кому-то интересно, я с удовольствием поделюсь этой публикацией, этой статьей, потому что для опухоли теракальной локализации она является ключевой по ведению опухолей нейроэндокринной природы. Наверное, на этом спасибо за внимание, если есть какие-то вопросы, с удовольствием отвечу.